добрый день дорогие друзья мы начинаем нашу серию роликов осенних пришла осень и я надеюсь мы будем готовить чаще потом уже соскучивались будем вас радовать сегодня мы приготовим легкое азербайджанское блюдо которое называется чвертма по гянджински а когда-то было по-карабадски да нам нужна баранина чистые куски баранины где-то 300-400 грамм репчатый лук одна большая или две средние головки соль перец кишнищу кинзу и укроп потом нам понадобится готовых для подачи два яйца помидор можно один или два один или два помидора это тоже для подачи у нас и можно использовать обгора из обгора у вас нет вы можете использовать лимонную кислоту лимон дузу так и все мясо мы сейчас будем что делать нарезать мелким кусочками до мяса мы для начала нарежем мы используем чистый теке то есть без косточек барашка молодых как я соскучился уже по нашу кухню и сейчас такими кусочками я нарежу чтобы они нас быстро красивенький у нас как будто пришла осень на два дня два три дня подколола и ушла 29 я сегодня машине да умеешь на машине писала 30 градусов у нас какое-то позднее лето есть позднее лето есть позднее лето как я соскучился с этой жарой мы в этом году практически летом ничего не готовили то есть готовили для себя не для вас а до вас мы начинаем наш сезон осенний все где-то у нас есть 350 грамм 350 грамм там из 5 выкладываем машина сюда и немножко мы его отварим до испарения до легкой готовности и закрываем ты мне скажешь а если не барань говядину можно но в рецепте у нас барами друзья мы нарезаем с вами лук один или полтора вот такими средними кусочками кольца для полукольцами крупные куски немецкие нам понадобилось две большие такие довольно тихие головки ну или фирма не 3 средних 3 средних и ваших я сейчас плачу набираем и сковороду обжариваем лук нам нужно топленое масло ведь уже если обиды за что же внутри месяца чего не готовить и как назвать над нами идет ремонт и работает префаратор у нас простят я добавился топленое масло много не кладу чтобы у нас барань очень жирный поэтому слегка будем обжаривать лук мы начинаем наш мед нож мы заварим с вами шафранчик я посмотрю мясо здесь слегка смягчилось уже я его выключу пока еще не готова еще где-то минут десять ты смотри свои пальцы нет и что у тебя лак по цвету зелени случайно как раз раз и пальцы у нас на очереди с вами очень много интересных блюд на звезда в шоке так что уже не жарко же самое главное как бы тепло на улицу не жарко обжариваем лук чайник в сендуле да чайник на сбата лук как говорят гайнифте 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 сейчас я поставил звук на хороший огонь но почему тоже не говоришь на златиста корочки корочка горочка горочка корочка горочка это мне подарили шафран мои бельгийские друзья бельгия где-то из бельгия бельгийцы я называю бельгийцы немножко закроем вон и заварюсь так немножко я добавляю царапин куркума помнишь это куркума продолжаем жариться уже мясо готово готово спасибо 25 минут 20 минут 2 яйца можете сделать больше но по рецепту 2 яйца 2.5 яйца в рецепту 7 8 сила 8 9 10 11 15 11 Дорогие друзья, дорогие гянджинцы, прошу вас пригласить меня, у нас гости. Так, я сажу. Немножко перчу, но не увлекайтесь. Я добавляю немножко для кислинки. Теперь мы немножко потушим мясо. Я сюда добавлю шафран. И закрою немножко в крышку, чтобы он потушился не опять. Свой сок взял. Я немножко добавлю сюда бульончик от мяса. Буквально несколько ложечек. Мы добавим еще одно яичко. Очень маленькое. Потому что он мне показал, что это маловато. А кому-то маловато. Вот сок у нас сейчас немножко испарится. Я хочу, чтобы вкус пропитался. Через 5 минут я его заливаю яичком. Нарезаю помидорчик вот такими тоненькими, притоненькими пластиночками. Однажды в студеную зимнюю боль. Да, это и дима. Понял? Надо быть молодым. Все. Видите, я немножечко сачок оставляю, чтобы наша емута не подгорела. Вот так потихонечку. Удавномерно. Угу. И вот так сделаю по-своему. Как гянджинцы не обижаются? Не, обычно помидор подается как бы в свежем виде. Мне его вот так потоплю. Все. И на маленьком огне. Так. Нам нужно немножко готовить. Открыть. Посыпаем зеленью. Ганджинская цебртма. Она у нас пока варится. Можем немножко вот так открыть. Посмотреть наше яичко, чтобы не сухое было. И еще минуты, две-три отсюда. Где-то она у нас была на огне, вместе залитой с яичком и с помидорами где-то минут десять. Десять. Миссия выполнена. Еще. Горчички. Еще. Еще бы бест, бест. Это все хоть хватит. Как истинный гианджинский. Сейчас будем пробовать. Как истинный гианджинский. Как истинный гианджинский. Это просто фантастический. На самом деле вкусный или ты просто говоришь? Не, вот клюш хлебом. Гианджинский просто творят чудеса. Ты меняешь на море, а? А не тебе. А зачем? Интереснее еда, чем ты просто жрешь. Я жрю для Родины, чтобы Родина знала, что это все вкусно. Я тебе скажу, здесь немножко горчинку все-таки дает шафран. Ну, шафран по рецепту есть. Шафран немножко дает горчинку, но она не мешает. Как раз, если что надо? Еревар. Очень. С горчинкой. Ну что, приятного аппетита. Приятного аппетита и до свидания. Всем большое спасибо. До скорых встреч. Как быть, мы начинаем наш медпах. Ну, всем всего хорошего. Всегда я. Ирпайка с моим. Добро пожаловать на гости.